бесконечно могу этим заниматься очень эффективное занятие и так кольт 911 одно из самых гениальных творений гениально вооружение коджона моза собрал один из лучших пистолетов 20 века мой любимый пистолет сколько не пробовал ничто не ложилось в руку это уже более чем 100 летний дедушка не знаю почему ведь не приятно стрелять легко попадать хороший друг хорош пистолет а началось все с того американской армии потребовалось новое короткоствольное оружие у американцев к тому момента был на вооружении револьвер тоже кольт 1892 года в общем они с ним им были вполне довольны до то момента кем не пришлось поучаствовать небольшой но очень неприятной партизанской войне после победы над испанцами вместе с бывшими испанскими колониями кубой филиппины американцы получили в наследство небольшую кучку называемых мура иногда этих назад племена мор на самом деле это просто мусульманская часть населения филиппин очень воинственные ребята с которыми с которых доставляли массу проблем и испанцам и вот перешли по наследству к американцам вот эти бою до сих пор и смотреть новости можно до сих порно иногда видеть сообщение о том что мусульманские фанатики на филиппинах устроили то это или иной теракт устреляли там армейский блокпост и так далее боюсь с ними до сих пор и достаточно серьезно американцев тот момент все это было еще неизвестно нищие плохо понимали в какое классе на гнездо разворошили и вот в этот ходе этой партизанской войны среди прочего было и выявилось что револьвер 92 года конечно неплохой надежный но патрон против прыгающего и джунгли двухметрового фанатика некоторые из которых еще чем-то типа наркотиков обелись слабоват приводили случай из разряда я по нему выпустил все 20 патронов из своего шестизарядного револьвера он все бежит на меня размахивает своим мечом одним из тех кто начал говорить о слабости револьверного патрона был военный врач доктор лагард и вот в начале 20 века вместе с еще одним офицером уже из департамента вооружения томпсоном они провели серию опытов которые сейчас достаточно широко известны под названием тесты томпсона лагарда целью определить какой же патрон патрон будет оптимальным для армейского краткоствольного оружия поскольку в статистике по биоцелям тогда еще особо не не вели опыты велись на животных брались быки брались лошади и на трупах из местного морга то есть изучала действие пуль по костям по тканям итоговый вывод в общем то повторили потом все соответствующие исследования вывод был очень простой что практически никакой никакая пуля которая вообще возможно для короткоствола не может гарантированно остановить при попадании в любую часть тела дехидно заметили вот именно в отчете что такой калибр должен быть примерно 3 дюйма это вряд ли возможно для ручного оружия основная рекомендация в отчете было что надо учить солдат лучше и больше стрелять то есть чем более больших шансов что солдат сумеет попасть у них жизни на важный орган как это сейчас называют голову или спиной мост и вероятнее что нападающий будет остановлен но поскольку генерал очень не любит получать нечеткие ответы на прямо заданный вопрос в отчете содержались также рекомендации по поводу оптимального на тот момент патрона он должен был быть калибром не менее четырех десятых дюйма именно из рекомендации томсона лагарда и родился патрон который мы сейчас знаем как 45 а.к.п. хотя на момент свое рождение без браунин нам еще был прямо не связано это был просто патрон для будущего армейского оружия сша еще было неизвестно какой именно пистолет в итоге был примут под ним для него на вооружение тот момент за вкусный армейский контракт боролась сразу несколько претендентов честно не можем упоминали что одним из пытавшихся получить американский заказ был люгер и американцы действительно интересовались пистолетом люгера люгер даже сумел пробиться можно сказать в полуфинал когда из шести фирм первоначально участвовавших конкурсе осталось всего три люгер был одним еще одна была фирма savage на тот момент достаточно молодая но тем уже тем не менее уже достаточно неплохо зарекомендовавшаяся фирма правда более известная своими винтовками этот конкурс был для нее можно стать первым опытом в короткостволе именно в рамках армейского заказа тем не менее сына с его конечно создали совершенно удачный для своего времени пистолет и третьим финалистом стала фирма кольт который был большой козырь в рукаве можно сказать джокер джокер был джон может браунинг надо отметить что браунинг то изначально не очень-то был склонен использовать патрон который впоследствии получил его имя он считал для короткоствола более оптимальным 9 миллиметровый патрон своей разработки империи первые образцы которые предлагались армии были именно калибра 9 миллиметров но военные получив порцию адреналина на филиппинах настаивали на более мощном ступоре 45 калибра и праунинг был вынужден последующие образцы делать именно под 45 патрон надо отметить что для кольта этот контракт был действительно очень важен если немцы могли рассчитывать на какие-то европейские контракты а у сэвэджа достаточно неплохо шли дела им где на свольном секторе то у кольта такой подушки безопасности не было и поэтому получение армейского контракта на короткоствольное оружие для фирмы кольт было буквально вопросом жизни и смерти поэтому они достаточно внимательно отслеживали все требования военного заказчика и стараюсь установить по требованию кавалеристов которые тоже принимали участие в выработке тех задания поскольку для американской кавалерии короткоствольное оружие весны рассматривалась как нечто из что будет вполне активно используется в бою на кавалеристы сформулировали первых требования что пистолет был должен быть абсолютно безопасен при падении поскольку скачки на лошади случается надо выронить не такое и что пистолет должен быть очень максимально удобно для управления одной рукой браунинг выполнил эти требования частности именно так появилась клавиша автоматического предохранителя на затыльнике она полностью исключает самопроизвольный выстрел при падении и органы управления за которые одна из причин за которые мы так любим 911 это именно заслуга американской кавалерии то есть они все очень удобны для управления одной рукой практически не меняя хвата что затворная задержка что предохранитель не автоматически что кнопка сброса магазин они буквально под пальцем последний этап конкурса проходил уже во втором десятилетии двадцатого века я уже сказал изначально пеналиста было трое чем сначала казалось что выбывшим будет сэвэдж поскольку у них возникли затруднения с изготовлением опытной партии вообще сэвэджу довольно не везло в этой гонке с его пистолетом происходили всякие странные приключения то по пути на полигон пропали 7 штук то по пути с полигона куда-то испарили 72 армия при этом пожимала ключами говорила мы ничего не знаем куда она все делась вот тем не менее военные попросили изготовить всех для испытаний по 200 пистолетов сэвэдж начал отказался от этого контракта но когда немцы подумав решили что им проще заниматься изготовлением пистолетов для родного кайзера с этими мутными реками американцы похоже дело не выгорит все-таки решил побороться с кольтом не без основания считаю что их пистолет имеет неплохие шансы и таким образом финале осталось двое пистолет сэвэджа и то что в будущем станет кольтом 911 первый этап испытаний в 1910 году оказался не самым удачным для обоих пистолетов на стрел на 6000 выстрелов провалили оба единственное что у кольта оказалось меньше поломок тем не менее по надежности с не прошли оба пистолеты были отправлены на доработку и вот в 1911 году состоялся второй этап испытаний уже я стала решающим было испытание на надежности нас на надежный большим количеством выстрелов 6000 выстрелов для тех времен это было не что совершенно фантастическое и нам сказать для тех для тогдашних материалов и стали это действительно была очень большая нагрузка и именно это испытание стало решающим в судьбе армейского пистолета армии сша потому что творение джона модуса браунинга отстреляла 6000 выстрелов без единой поломки сэвэдж этого сделать не смог и таким образом сошел в дистанции именно с тех пор американская армия больше чем на полвека обрела свой новый пистолет который до сих пор многие американцы считались на лучшем который когда-либо был на вооружении армии сша служит такого примечательного в этом пистолете он и сейчас не является столь популярным и интересным не странно его достоинство можно считать отчасти продолжениями его недостатков современные боевые пистолеты большинстве своем делаются двойного действия то есть они имеют возможность производить первый выстрел самозводом кольт создавался в те времена когда это было не обязательно то есть у него только одинарное действие называемый single action но именно это позволяет ему сделать очень мягкий и четкий спуск с очень коротким ходом фактически при путем несложной регулировки можно добиться называемого хрустальной палочки то есть когда ход будет минимальным усилий буквально от чиха и следует выстрел как ни странно это вот востребовано до сих пор том числе и операторами некоторых спецподразделений которые вполне резонно полагают что они всегда будут знать когда ему потребуется применить краткоствольное оружие то есть у них будет время достать пистолет из кобуры ввести курок и достать патрон в патронник то выгода которые они получат от практически спортивного кольтовского спуска на перевешивать в глазах неудобства связанной с отсутствием самовзвода что касается органов управления то есть предохранителя затворена в задержке кнопкой сброса по фактически вот именно со времен 511 они стали стандартным то есть на тех пистолетах где эти органы управления присутствуют они той или иной степи и скажем так схожи 911 а теперь мы бахнем и бахнем мы с 2 1911 один который вы уже видели ста и спартан в калибре 9 на 19 а второй у нас будет cold gold cup trophy в калибре 22 лр оба пистолета точные поэтому мы не отстреливаем весь курс ппц 48 попадают они отлично вот у нас на фоне такой отличный белый лист мы его повесили для того чтобы вы увидели разницу калибров то есть разницу подброса в девятке довольно мощные девятки с очень легкой пулей и 22 лр и а а а а и а Продолжение следует... Продолжение следует...